Всем привет, друзья! Доброе утро! Надеюсь, у вас прекрасное настроение. У нас уже новый день. Вчера мы просто замечательно провели время с семьёй. Отдохнули, надурачились. Съёмчик в детской комнате так круто поиграл, показал папе всё, что он там знает. Все игры, в общем, мы набегались, приехали уставшие домой и просто в 9 вечера все вырубились спать. Да, вернее, мальчики сразу вырубились, а я немножко попозже. На кухне ещё там немножко поубирала, развешала бельё и тоже пошла спать рано мы легли вчера, потому что очень устали. Видимо, ещё погода, знаете, такая аномально жаркая, на организм очень влияет. Смена перепады температуры. Ночью прохладно, а днём жарище. И, короче, духота такая, что организм в шоке просто. Вот, и устаёт, конечно, быстро. От этой жары мы быстрее устаём. И это нам не мешает входить, конечно, в новый день с новыми силами. Поэтому вы тоже заряжайтесь, просыпайтесь с улыбкой, вставайте с правильной ноги и радуйтесь этому миру. Как-то так. Веду Суёна в садик. Сейчас отведу его в садик. Да, там собачка, сыночек. Мы каждое утро, когда ходим в садик... Ку-ку. Помаши привет, помаши. Привет. Мы каждое утро, когда ходим в садик, проходим здесь мимо парковки. И на парковке там живёт собачка. Ему обязательно каждое утро нужно поздороваться с этой собачкой, помахать ей привет. И сегодня мы едем снова в свадебный холл. Такие все мелочи, нюансики нам нужно дорешать. Кто там у нас будет ведущим на свадьбу, как мы это всё видим, какие у нас будут поздравительные номера. Обсудить все эти нюансики. Но я не думаю, что это последняя встреча, ещё до свадьбы три недели. Это, наверное, такая предпоследняя подготовительная встреча будет. Вот. Будем ехать с Суёном. Не знаю, правда, как мы это всё с Суёном там решать будем, эти все вопросы. Не хочет в садик идти. Только видит, что мы заворачиваем в сторону садика, начинает возмущаться и кричать «не хочу, не хочу». Что-то в последнее время у него такие прикольчики. Вот. Решить... Да, машинки там. Решить последние нюансы по свадьбе. И сегодня у нас девять вечер будет. Сегодня я со своими подружками-кореянками иду накатить по рюмочке. Мы давно уже планируем собраться, всё никак не можем собраться. Дети. У кого-то дети кто-то просто занят. Поэтому наконец-то сегодня идём... Иму! Иму! Наконец-то идём сегодня бахнуть. Вот. Я случайно со свекровью встретилась на светофоре. Она шла обедать. Не, она меня позвала. И, в общем-то, я пошла с ней, с её подругой пообедать. Как-то ещё только одиннадцать. Ну, у них уже обед. И здесь так вообще уютненько. Видите, вот эти все постеры с фильмов. Вообще уютно, классно. Такой ресторанчик в корейском, супер-корейском стиле. И муж постоянно говорит, что когда был очень молод, они постоянно здесь ходили и ели сам гипсай. Ребята, это просто такая ностальгия. Такие годы просто. Смотрели эти фильмы? Мой любимый фильм вообще. Кто не смотрел, посмотрите дневник памяти. Охеренный фильм. Все популярные. Красавчик Стэтхэм. И этот фильм тоже очень крутой. Класс. Джим Керри. Титаник. Боже, Матрица. Завтрак у Тиффани. Такие столики. Печка. Подключим газ. Будем сейчас здесь сам гипсай жарить. Бесплатные, бесплатные закусочки подъехали. Рыбочки, кимчи. Чеснок. Мят, скалу. Чесно, дайкон, кимчи. Тиффи. Матрица. 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 В общем, покушали мы, наелись от пуза, еще мама на подружку купила мне кофе, и я, в общем-то, бегу домой. Правда, мама звала с ней сходить, посмотреть ее обувь на свадьбу, потому что ей нечего обуть. Не знаю, что она там купит, конечно, потому что со вкусом проблемы у нас с выбором. Вот, и еще нужно нам купить одеяло, как это, постельное белье. В общем, в Корее есть такая традиция, по желанию, вроде как по желанию, но у нашей мамы, если по желанию, то это обязаловка. Нужно купить, в общем, родственникам одеяло, то есть, типа, поблагодарить их за то, что они пришли на нашу свадьбу. То есть, не они приходят на свадьбу, нас поздравляют, дарят нам деньги и так далее. А мы еще и должны им подарить набор одеяла, которое стоит минимум 200 баксов, и, типа, таким образом поблагодарить их за то, что они пришли к нам на свадьбу. Но это вообще трешак. Некоторые корейские традиции меня, конечно, сводят с ума просто. Не знаю, что думаете по этому поводу. Пишите в комментариях. То родственникам костюмы, купи вещи, купи, одень их, чтобы они пришли к тебе на свадьбу, то одеяло подари. Корея. Наш садик. Детки рисовали, вырезали буквы. Преподаватели, красиво так. Пришла за Суеном в садик, он спал, его разбудили, а оказалось, что он покакал. И я теперь жду, пока воспитательница там его выберет, приведет в порядок, переоденет памперс и выведет его ко мне. Здравствуйте. 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 Суен, как вы снимаете? Суен. Встретились я уже с моей подружечкой Кореяночкой. Идем на место встречи, идем посмотрим, куда нас сегодня пригласили поужинать. Погода жаркая, ужасная, невозможная. Но я надеюсь, это нам не помешает хорошо провести время, отдохнуть, вкусно покушать. Здравствуйте. 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 Для заказа еды такой экранчик, менюшка электронная. Уютненько так. Тарелочка для супчика, для спагетти, обязательно водичка, соусы. Перекус пока нам принесут, выпивку и еду, салфеточки. Масикетта. Масикетта. Это такая паста по-корейски с юшкой. Это такой супчик, не знаю, какой-то корейский, первый раз буду пробовать. Иго, шабу-шабу чём чёром? Шабу-шабу? И сегодня будем употреблять коктейльчики. Так, друзья, мы уже по корейским традициям, как настоящие корейцы, ну, девчонки настоящие, я подкашиваю под них. Мы уже пришли на второе заведение. Корейцы, когда выходят куда-то кушать, пить алкоголь, они обязательно посещают несколько заведений. Сначала они идут, допустим, кушать какой-то супчик, потом они идут кушать какое-то мясо, потом они могут пойти поесть морепродукты. И в последнюю очередь они ещё идут, запивают это всё дело холодным айс кофе. Вот, поэтому мы тоже решили сегодня до победы наесться, напиться, напиться, наесться, напиться, поэтому мы пришли кушать сангельцай и ещё свиную кожу. Я вам покажу, свиные кишки, и это так вкусно, я вам обязательно засниму, покажу, что мы будем кушать. Нам уже принесли закуски, это соус, это какой-то порошок, я не помню, как он правильно называется, к мясу. Соль, грибочки, кимчи, чеснок, перчик острый, ещё вот такая вот кумнамуль, как это называется по-русски, ростки фасоли. Мы пьём кивасик, и скоро будем кушать мяско. Моя корейская, моя корейская ани, наше мяско. Боже, это так вкусно. Если вы будете в Корее, вы обязательно должны попробовать сангельцай, свиные кишки, свиная кожа, это очень вкусно, из пивасика. Лучшего вечера просто не придумаешь с моими девчоночками. Ну что, друзья, что удалось, я засняла, потому что девчонки стесняются, не хотят, чтобы я их снимала, поэтому я вам показала только еду. Я уже бегу домой на часах полдвенадцатого, мой прекрасный, замечательный муж уложил нашего сына спать и идёт меня встречать. О, привет, Маши! Привет! Ой! О, ту мульченьку дыри! Квэк-квэк! Ой! Квэк-квэк-квэк! Квэк-квэк-квэк! Кай-ли-чо! Аня! Кай-ли-чо! Привет! Привет! Ты барашекам несёшь ням-ням? Несёшь кормить барашекам ням-ням? Ням-ням! Ням-ням будешь кормить барашек, да? Вот так они будут кушать ням-ням барашки. Топ-топ ты идёшь, топ-топ. Ты такой разговорчивый стал? Да, туда ты идёшь кормить барашек. Боже, как красиво. Боже, как красиво. Один, один. Один, один. Один, один. Баб, ням, ням. Я не могу. Я не могу. Корми. Ням-ням-ням. Ням-ням, барашек, кушай. Давай ещё ему, давай. Ещё. Ещё, держи. Смотри, он голодный какой барашек. Так ты же ему давай. Бери в ручку и давай ему вот так. Да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Всё украл! Всё украл у нас. Анашик, Анашик, что? Анашик. Что? Анащик. Курочки. Ты, сыночек, первый раз, да, видишь курочек? Курочка там спряталась. Какие красивые твички. Ой, целуются. Птички летают, как они летают. Какие красивые. Красивые птички, сыночек. Красивые. Мама, смотри, птички кушают ням-ням. Птички кушают ням-ням. Очень красивая ферма. Ферма в горах. Я очень давно хотела сюда поехать, но у нас не было возможности. У папы не было времени. Наконец-то мы с Суеном выбрались. Потому что муж заболел короной. Он, кстати, за все три года короны ни разу не болел. Первый раз сейчас. И так сложновато. У него очень высокая температура. 39 с лишним. Он был вчера в больнице. Получил лекарства, таблетки. И, в общем-то, он у нас закрыт. На дистанционке. Закрыт в комнате. Один там. У него свой душ. Все свое. И он, в общем, там тусуется. Я ему приготовила кушать. Накормила его таблетками. Поднимай теперь. А мы с Суеном дома не можем, конечно, находиться. Ребенок хочет двигаться, гулять. Поэтому мы собрались и поехали на ферму. Поднимай бутылочку. Давай, мама положит в рюкзачок. Идем. Посмотрите только, как здесь красиво. Красиво. Вообще просто шикардос. Шикардос. Красота. Ой, даже площадка для гольфа вон там где-то в горах есть. Видно. Посмотрите, как красиво. Детская площадка. Монте-Сори. Мы не попали в Монте-Сори, потому что они до пяти часов. Там уже закрыто. Мы, наверное, завтра или в следующий раз еще приедем. Я очень хочу, чтобы ребенок попал в Монте-Сори. Вот эту комнату. Красивое солнце. Что? Тут закрыто, зайка? Мы не зайдем никак. Монта-да-со. Иди-чи-бекай-аджи. Не хочет идти домой. Не хочет идти домой. Вот там высоко люди еще в гольф играют. Здесь еще лошадки есть. В общем, есть что посмотреть. Надо сюда приезжать, конечно, на целый день. Потому что территория очень большая. Много красоты. Мы не успели все посмотреть. Они уже закрываются. Но Сиену понравилось. Да, сыночек? Он барашиков покормил аж два раза. Да? Ай-яй-яй! 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 Боже, издевается над собакой ребенок. Смотрите, покажу вам. Свекровь сама делает алкоголь. Вот этот вот корейский. Не знаю, как он правильно называется. Ну, в общем, настаивает на всяких корешках. Прикольно вообще. Финики, какие-то корешки. А здесь алкоголь на этом... Как это правильно называется? Короче, пчелиные вот эти вот улики. На пчелиных уликах. И здесь тоже на пчелиных уликах. Еще у меня свекровь-женщина настоящая тех времен. У нее до сих пор вот эти всякие старинные-старинные эти ящики, тумбочки. Прям реально за царей, за времен корейских царей. Это на грибах какая-то настойка. Сейчас как завалится на тебя вот эта вот штука тяжелая. Югин, ульдима, кача, подайся. В общем, мы, не долго думая, не заморачиваясь с ужином, пришли объедать свекровь, как всегда. Они с братом собрались вкусненького покушать. Ну, а мы пришли на запах, как всегда. Поэтому сейчас будем кусать вкусняшки. Главный объедатель. Горячо. Ты будешь ням-ням? Ты проголодался? Ты будешь ням-ням? Моги. Моги. Это капуста. Давай, мама, открой. Ты что, будешь капусту кушать? Ты голодный, да, ребенок? Ты голодный. Ты голодный. Ты голодный. Такая свинина в кляре и черная лапша с морепродуктами. Моги. Спрятались к бабушке. Боятся Суёна. Со своими машинками. Изолированный человек у нас там. В уголочку сам поел. В маске. На носу свадьбы заболеть короной, это просто гениально. Только наш папа может так. Подцепить. Неподходящий момент. Паран готовить. Ага. Какого цвета подпадет. Паран готовить. Паран готовить. Хорошая, какого цвета. Какого цвета можно попросить? Ты хорни. Какого цвета готовят? Какого цвета. Какого цвета можно食べть? Вот такой был у нас сегодня прекрасный день Я с вами прощаюсь Оставайтесь с нами, подписывайтесь, ставьте лайки Спасибо, что вы нас смотрите Всем пока, спасибо за просмотр